Друзья, всем привет! Очень рад быть на Mobius'е снова. Каждый раз это, конечно, значимое событие, которое отмечается в календаре. Сегодня я не в статусе докладчика, но мне выпала не менее интересная роль модерировать доклад для своего давнего приятеля и коллеги Романа Волкова, который сегодня занимает праздник льда в компании Linearity. Ром, привет! Привет, Андрей! Сегодня у нас необычный доклад про изображение, и спасибо вам всем большое, что вы обеспечиваете явку на доклады не про UI. Мы это ценим. Последний раз, когда мы с Ромой работали вместе, мы вместе делали растровый редактор изображений. Теперь Рома работает над векторным редактором. Ром, расскажи, какой главный инсайт был при переходе от пикселей к шейпам? Наверное, самое такое, что тебе все равно приходится работать с пикселями в том или ином виде. Ну то есть все расчеты теперь ведутся в более математических объектах, но для того, чтобы это все нарисовать на экране, тебе все равно нужно получить конкретные пиксели. Ну и, спойлер, у нас не только работа с векторной графикой, но про это я тоже расскажу. Да, круто. На самом деле, да, в любом случае, как бы даже если вы рендерите ультра гладкий вектор, в конечном счете он оказывается на экране, поэтому без изображений никуда. Я вот тоже долгое время считал себя экспертом по изображениям и как-то раз поспорил со своим коллегой, еще одним, с которым мы с Ромой вместе работали, что Apple не сжимает их в памяти, потому что я думал, что это невозможно. И мы на спор это проверили в Xcode дебаггере, что на самом деле создавать UI-имидж изображения в памяти и даже рендерить их на экран, они реально занимают меньше памяти, чем пиксели, если их посчитать просто, то есть перемножить 4 байта на количество пикселей. Вот, поэтому никогда не знаешь, как они реально работают, и я надеюсь, что сегодня тоже для себя узнаю что-то новое, и гарантированно наши зрители тоже. Пожалуйста, не забывайте задавать вопросы. Я, как автор многочисленных неловких окончаний докладов без вопросов, почему спрошу это сделать. Пишите в чат, пишите в чат Телеграмы, либо же в чат, который вы видите на лайв-дискуссии. Все вопросы я буду записывать, и потом мы дадим либо вам трибуну, либо я их озвучу в конце доклада, если мы успеем, либо в дискуссионной зоне. У Ромы доклад сегодня будет впритык по времени, поэтому не переживайте, если ваш вопрос не был задан, мы потом перейдем в дискуссионную зону, и там без ограничений по времени все обсудим. Так что оставайтесь до конца. Все. Давайте начинать. Всем привет еще раз. Меня зовут Рома Волков, и сегодня у нас будет доклад про изображение в iOS, и фокусироваться он будет на трех основных классах, которые вы чаще всего будете встречать при работе с изображениями. Как Андрей отметил, я работаю в компании Linearity. Да, мы делаем векторный редактор, но помимо работы с векторами у нас также есть работа и с растровыми изображениями. Например, у нас есть возможность сконвертировать, скажем так, растровое изображение в векторное, что не совсем тривиально. Или, например, у нас есть классификация изображений, то есть мы можем подобрать название слоя, на которое вы импортируете изображение. Коротко о том, что вы узнаете из сегодняшнего доклада. Во-первых, как правильно выбрать один из трех UI-имидж, CG-имидж и CI-имидж для ваших нужд. Например, если вы не знакомы с такими аббревиатурами, как RGB, SMIC, YCBCR, P3, то вы узнаете о них. Посмотрим на то, как, скажем так, компьютер видит изображение или по-другому, как он их хранит. Способы манипуляциями изображениями, можно их назвать попиксельной и декларативной, очень-очень утрированно. И посмотрим на различия между основными фрейворками для работы с разными изображениями в iOS и macOS. И по плану посмотрим на то, как изображения хранятся в памяти. Затем мы посмотрим на отличия формата изображения от цветового пространства. Далее мы поговорим про основные группы цветовых пространств, те, которые, скорее всего, вы встретите при работе с изображениями. И далее мы пойдем и разберем каждый из трех вот этих имиджей. Первый начнем с UI-имидж, зачем он нужен и его связь с двумя остальными классами. Затем мы перейдем к растровому изображению, конкретно мы поговорим про CG-имидж. И завершим мы все обзором Core-имидж и CI-имидж, как инструмент обработки фото и видео. И, как я говорил, для начала немножко теории. Форматы изображений. Наверняка вы, когда работаете с изображениями или у вас есть фотографии, которые у вас хранятся, где-то на компьютере, вы замечали такие форматы, как JPEG, PNG, TIFF, RAW, MP, DNG и их огромное-огромное количество. И важно понимать, что формат изображений — это тот формат, который используется преимущественно для хранения и передачи информации по сети. То есть это то, в каком виде данные хранятся. Но это сильно отличается от того, как изображение хранится в памяти для того, чтобы, во-первых, его можно было обработать, во-вторых, для того, чтобы его можно было отобразить на экране. И если очень-очень утрировано посмотреть на то, что происходит с изображением от момента, как оно было загружено с диска до его появления на дисплее, то первый этап, допустим, у нас есть какая-то картинка, которая занимает 590 килобайт на диске и хранится она в каком-нибудь формате в виде JPEG. Но мы просто не можем взять этот JPEG и один в один попытаться его отрисовать в памяти. А все потому, что для того, чтобы изображение отобразить на дисплее, нам нужно знать значение цвета каждого пикселя. И то изображение, которое было, например, сильно сжато с потерей качества и занимало там полмегабайта, в памяти легко может превратиться в 10 мегабайт. И только после этого, после того, как мы получили изображение, получили данные пригодные для отрисовки на дисплее, мы можем их отобразить. По центру пример одного из наиболее часто использующихся цветовых пространств, вот это 32-битный SGB. Теперь хочется рассказать про то, как изображение и хранятся в памяти устройства. То есть визуальное изображение выглядит как условно-двухмерный массив с высотой и шириной, где каждый элемент определяет значение пикселя, какого-то пикселя. Но память в компьютерах линейная, соответственно, изображение в памяти тоже должно храниться линейно. И весь этот двухмерный массив, скажем так, выпрямляется в один большой одномерный. То есть сначала у нас будет идти информация о первой строке, потом о второй, потом о третьей и так далее. Важно отметить, что в тех устройствах, с которыми вы чаще работаете, устройства как на iOS, так и на текущей Mac, они требуют выравнивания по 16-бит. То есть если, например, для некоторых цветовых пространств получается так, что данные под одну строчку не выравнены под это значение, то система может добавлять такое пустое пространство только лишь для того, чтобы процессор мог намного эффективнее работать с этими данными, просто потому что он их быстрее будет считывать и обрабатывать. И поэтому, когда вы будете работать с CG-имидж, мы про это поговорим еще, важно держать в уме, что вы не можете просто взять ширину картинки, умножить на количество байт, выделяемых на пиксель, и быть уверенным, что это то количество байт, которое выделено на первую строку. Для этого есть специальное свойство, которое определяет количество байт, выделенное на строчку. Что же такое цветовое пространство? Вообще цветовое пространство определяет то, в каком именно формате, то есть какой байт за что отвечает именно в памяти. В цветовых пространствах существует огромное множество, и сегодня мы рассмотрим три самые популярные или наиболее часто встречающиеся. Это RGB, и пара его подвидов — это CMYK, и мы еще поговорим про ICBCR. RGB — это аббревиатура от трех цветов, которые используются для определения цвета в формате RGB. То есть это красный, зеленый и синий. И весь тот спектр, который может быть отображен с помощью RGB, определяется смешиванием трех этих значений. У RGB есть разные вариации, как Adobe RGB, sRGB и разные другие. И все они отличаются обычно тем набором цветов, которые то или иное устройство может отобразить. Классический RGB может отобразить наименьшее количество иск, например, в сравнении с Adobe RGB. Это цветовое пространство прежде всего предназначено для электронных систем, то есть, точнее, для светящихся элементов. И справа схематично можно посмотреть то, что любой цвет может быть комбинацией этих трех значений. Опять же, если рассматривать какой-то классический RGB, то данные в памяти будут определяться так. Сначала у нас идут данные для первого пикселя, затем для второго, и у нас идут подряд компоненты R, G и B. И так далее. Одно из подмножеств RGB – это RGB плюс альфа-канал. Можно произвести его как RGBA. И, например, полностью непрозрачное изображение, например, так как оно показывается слева, то по центру у нас то же самое изображение, но с альфа-каналом 50%. И важно отметить то, что для того, чтобы получился итоговый цвет, который вы видите на экране при наложении двух этих изображений, то нужно сложить значение цвета из первого изображения и того, которое накладывается сверху, с учетом того, какой у него альфа-канал. Сейчас существует множество различных техник о том, как смешивать цвета. Но это на грани данного доклада. Далее поговорим про CMYK. И CMYK – это четырехцветная схема формирования цвета. Используется прежде всего в полиграфии. И основное отличие от RGBA – это то, что CMYK прежде всего предназначен для отраженного света, когда как RGBA – для светящихся элементов. Поэтому если вы переводите RGB-изображение в CMYK и смотрите на него на экране, то оно всегда выглядит намного бледнее и менее насыщенно, чем его же версия в RGB. Но при этом после печати оно будет отражаться как надо. Состоит оно из трех, скажем так, цветов, которые определяют именно цветность. Это голубой, порпурный и желтый. И отдельно используются черные чернила для насыщенности черного оттенка или белого. И последнее цветовое пространство, по которому мы поговорим – это в ICBCR. Вообще под этой аббревиатурой скрывается семейство цветовых пространств, которые используются в цифровой фотографии и в записи видео. Главное отличие от того же RGBA в том, что если в RGBA у нас данные по каждой компоненте для конкретного пикселя находятся рядышком, то в ICBCR мы имеем данные раздельно друг от друга. То есть сначала у нас идет компонент о яркости, а потом у нас идут уже две компоненты, которые добавляют именно цвет этому изображению. Из интересного то, что в ICBCR – это один из первых шагов при сохранении в JPEG. То есть если у нас было RGB изображение, то сначала оно переводится в ICBCR, а потом оно уже коньируется в JPEG. И дальше мы посмотрим, почему. А вообще семейство ICBCR появилось для обратной совместимости между черно-белым и цветным телевидением, когда уже можно было вещать цветную картинку, но черно-белые телевизоры должны были иметь ее показывать. И схематично, если у нас есть, например, какое-то изображение, какое-то цветное изображение, то первой компонентом у нас будет компонент о яркости. И если взять только компонент о яркости, это на самом деле черно-белая версия этого изображения. И затем уже идут две компоненты, которые, скажем так, окрашивают картинку. А теперь к тому, почему это используется, ICBCR используется при сохранении в JPEG. Человеческий глаз более восприимчив к изменениям в яркости, чем к изменениям в цвете. И поэтому, если взять вот эти три компоненты, и компоненты цвета уменьшить каждую в четыре раза, ну и, соответственно, при построении итогового изображения увеличивать ее обратно самым неоптимальным способом, то визуально, в общем-то, очень-очень сложно заметить разницу между RGB-версией и ICBCR-версией. При этом это позволяет уменьшить размер потребляемой памяти в два раза. Отдельно дисплей по три, потому что iOS-разработчики часто с этим сталкиваются. Один из самых старых стандартов – это sRGB. Он был создан в 1996 году компаниями HP и Microsoft, и он стандартизировал тот объем, ту цветовую палитру, которую могут показывать мониторы, принтеры, и в целом он проектировался, в том числе, и для использования в интернете. Но Apple не так давно сделала дисплеи с, так сказать, расширенной цветовой палитрой, которая может показывать больше цветов физически, чем, например, старые дисплеи. А если посмотреть справа, то схематично представлено то количество цветов, которые воспринимает человеческий глаз. первый треугольник показывает то количество цветов, которое может показать sRGB и, соответственно, быть отрисованным на каких-то дисплеях. Если посмотреть на дисплей по три, то видно, что он захватывает большее количество цветов, соответственно, картинка будет более насыщенная. А схематично это выглядит так, что дисплей по три просто больше цветов, которые он может отобразить. Соответственно, если у нас, например, мы возьмем какой-то самый-самый красный цвет в системе координат sRGB, то в системе P3 это не будет самым ярким и самым насыщенным красным цветом. Видно, что есть еще запас и по красному каналу, да и по желтому, по зеленому и голубому тоже. Теперь же перейдем к разбору уже классов основных. Начнем мы с UI Image. И, скорее всего, вы уже так или иначе работали с UI Image. Если посмотреть на документацию на сайте Apple, то там написано, что вы используете UI Image для того, чтобы, точнее, UI Image используется для того, чтобы представлять данные изображений любого вида. Вообще для меня UI Image – это такая удобная обертка вокруг множества вариаций изображений, именно в том числе использование в основном UIKit. То есть это и растовые изображения, у них есть возможность подгружать SF Symbols, есть возможность удобно отображать вычислительные изображения, такие как UI Image и так далее. А также они дают доступ к кассетам, адаптацию под разный trade collection, возможность достаточно легко делать окраску изображения, то есть вы можете использовать изображение как шаблон, указать одно свойство, например, что нужно это изображение окрасить в красный цвет, да, и, как правило, так окрашивать иконку в тот или иной цвет. Очень удобный доступ к данным формате PNG и JPEG, и чаще всего это используется для того, чтобы сохранить их на диске или передать по сети, да, и вообще много всего другого. Но у UI Image есть два свойства. Одно звучит как CG Image, другое как CI Image. И они оба optional, да, и хочется понять, в каком случае какой из них будет nil. Потому что, например, когда я только начинал работать с изображениями, я не всегда понимал, в каком случае я могу взять свойства CG Image, в каком я могу обратиться к CI Image, оно не будет nil. Поэтому, допустим, у нас есть какое-то растровое изображение, которое мы подгрузили. Ага, и если мы обратимся к свойству CI Image, то оно вернет nil. При этом, если мы обратимся к свойству CG Image, то оно возвращает какое-то значение. А при этом мы можем использовать конструктор CI Image для того, чтобы создать из текущего UI Image новое изображение. При этом мы видим, что оба этих изображения под капотом ссылаются на одно и то же растровое изображение, на представленное в виде CG Image. И рассмотрим второй пример. Допустим, у нас есть два UI Image. Один создан из CG Image, второй из CI Image. Допустим, мы получили CI Image из какого-нибудь фреймворка вроде Vision или каких-то других, и вы хотите их отобразить на экране через UI Image View. Для этого вы создаете два UI Image для каждого случая. И в первом случае мы видим, что CG Image не равняется nil, содержит какое-то значение. А во втором случае ровно наоборот. CG Image будет nil, а CI Image будет существовать. При этом, несмотря на то, что та CI Image, которая была использована во втором случае, она была создана из растрового изображения. Но все равно свойство CG Image в данном случае возвращает nil. Но при этом, опять же, мы все равно можем добраться до того исходного растрового изображения, которое было использовано во втором случае. И это все ведет к тому, что значения вот этих двух свойств CG Image и CI Image по сути отображают то, каким способом был создан UI Image. То есть в первом случае это, как правило, загрузка какого-то растрового изображения разными способами, будь то из ассетов или с диска или по сети. Во втором случае это, как правило, только при использовании именно CI Image явно. Для таких API вроде Vision обычно нужно использовать именно конструктор CI Image для того, чтобы передать туда изображение. То есть поначалу может казаться, что можно же просто взять свойства CI Image у UI Image, и оно, по идее, должно что-то вернуть, как бы версию, но нет. А вот обратно, когда вы хотите создать растровое изображение CI Image, оно уже требует каких-то дополнительных действий, и мы про это поговорим уже в завершающей части доклада. И далее мы поговорим про CG Image, но перед тем, как говорить про сам класс, стоит упомянуть про Quartz 2D. Вообще Quartz 2D это, скажем так, двухмерный движок для рисования, и начинает он свою историю еще задолго до появления iOS как таковой. Одним из основных классов в Quartz 2D является CG Context, и стоит отметить, что Quartz 2D еще по-другому известен, как Core Graphics. Изначально, вообще, в обычном Quartz 2D система координат находится слева снизу, но если вы работаете с контекстами, которые были созданы UI-китом, то там будет инвертированная вертикальная ось для того, чтобы она совпадала в целом с системой координат UI-кит. Что же такое CG Image? CG Image, как правило, отображает два, логически, два вида изображения. Первое — это просто ростовое изображение. Второе — это изображение маска, у которого есть специальный флаг о том, что это изображение содержит только альфа-канал, и в таком случае оно может быть использовано для того, чтобы как-то фильтровать тот контент, который вы рисуете. Следующим пунктом мы поговорим про пиксель-формат. И пиксель-формат — это набор из трех свойств, которые определяют то, в каком именно формате хранятся данные конкретного изображения. То есть первое — это количество битов на каждую компоненту цвета. Например, для наиболее распространенного изображения вида RGBA 32-битная на каждую компоненту будет выделено 8 бит. Но в некоторых случаях для сохранения памяти можно выделять... Бывают такие случаи, что на каждую компоненту выделяется, например, 5 бит вместо 8. Второе — это количество бит на пиксель. Соответственно, оно зависит от того, сколько компонент у вас, например, RGBA против RGBA, 3 против 4. И также оно зависит от того, сколько битов выделено на конкретный компонент. И третье свойство — это количество байт на одну строку. Я знаю, как мы уже говорили, что количество байт на одну строку не всегда равно количеству пикселей, умноженное на количество байт на пиксель. И далее в примерах мы посмотрим, где это используется. Далее у CG Image есть такое свойство, как BitmapInfo. И вообще это набор флагов, которые дополняют информацию об растровом изображении. То есть там, например, хранится какой именно формат у изображения, какая последовательность каналов. Но отдельно я хочу поговорить про информацию об альфа-канале. И здесь можно выделить 4 группы. Начнем с конца. Первый — это флаг о том, что это изображение содержит только альфа-канал. Обычно такие изображения являются так называемыми масками, которые можно использовать в том же CG-контексте во время отрисовки для того, чтобы фильтровать. Или, например, какая-нибудь портретная сегментация для того, чтобы извлечь объект от изображения. Для этого нужна маска, для того чтобы это нужно было сделать. Вторая группа — это флаги под номерами 5 и 6. Non-Scape Lasting и First. Они используются в тех случаях, когда логически это обычный RGB без альфа-канала, но при этом для оптимизации выделено место для 4-х каналов. Просто альфа-канал не используется. Далее идут самые понятные. Это First и Last, которые определяют в начале или в конце пикселя находятся и значения об альфа-канале. И последний, на мой взгляд, самый интересный — это pre-multiply at last и first. И коротко смысл в том, что значения пикселя уже умножены на значения альфа-канала. То есть, допустим, у нас есть какой-то пиксель с каким-то цветом, и у него прозрачность 0,5. И в обычном случае это будут все вот эти значения. Но в случае с pre-multiply at last значение именно компонент цвета уже будет в два раза меньше, чем в первом случае. И нужно это для оптимизации расчетов итогового цвета при наложении двух изображений для отрисовки. То есть, не нужно брать все компоненты цвета, умножать на альфу, и потом их использовать. Уже есть готовые значения. CG-контекст. CG-контекст можно создать двумя способами. Первый — это обычный конструктор, про который мы посмотрим чуть дальше на него. Второй вариант. В UI-кете есть метод UI-graphics-begin-image-context-with-options. И что он делает? Он всегда создает такой canvas или растровое полотно формата ARGB 32-битная. У него не так много флагов, которые вы можете установить по сравнению с CG-контекстом. Один из них — это флаг непрозрачности. То есть, если вы указываете, что это непрозрачное изображение, то передается флаг non-skip-first. И это означает, что все так же будет выделено четыре компонента под пиксель, просто один из них не будет использоваться. Либо если указывается, что это прозрачное изображение, имеет альфа-канал, тогда значения пикселей будут приумножены. Далее есть метод, который позволяет получить итоговое изображение из этого контекста после всего того, что вы на нем нарисовали. И что самое интересное, эти методы можно вызывать с любого потока. Это те редкие классы, которые имеют классы и, точнее, функции, которые имеют префекс UI, но их можно спокойно вызывать с любого потока, потому что это просто обертки над CoreGraphics методами. Допустим, вы хотите сделать копию изображения, ну прям настоящую полную копию в памяти. И первое, что может прийти в голову, если у вас есть UI-имидж, то просто сделать другой UI-имидж, передать туда CG-имидж. Но на самом деле это не сделает копию именно растрового изображения, у вас будет просто другой инстанс UI-имидж, который вы можете как-то по-другому настраивать, для отображения в UI-имидж. И для того, чтобы сделать действительно полную копию, можно выделить три способа. Первый – это воспользоваться методом протокола NS-copying, метод копии, который делает четкую копию из предыдущего CG-имиджа. У вас при этом нет никакого контроля над тем, как происходит эта копия, он просто копируется. Второй вариант – вы можете использовать data-provider для того, чтобы передать его в конструктор CG-имидж. И в целом этот метод подходит не только для того, чтобы сделать полную копию изображения, но и также data-provider может быть не только из другого растрова изображения. А при этом по пути вы можете еще добавлять некоторые флаги того, как же создавать новое изображение. И третий вариант уже с использованием контекста по сути – это не столько прям копирование изображения, сколько скорее отрисовка изображения в контекст, и потом вы забираете изображение из вашего контекста. То есть вы как бы перерисовываете это изображение. Для начала вам нужно создать CG-контекст, мы быстро пройдемся по параметрам конструктора. Первый параметр – это параметр data, и это указатель на тот блок памяти, который будет использоваться контекстом для того, чтобы хранить в нем свою информацию. Самый простой способ – передать туда nil, для того, чтобы core graphics сам высчитал, сколько нужно для этого памяти. Но в тех случаях, когда вы хотите иметь прямой доступ к сырым данным контекста, то вы аллоцируете этот массив перед созданием контекста, передаете сюда указатель, и у вас, помимо работы с контекстом, есть еще прямой доступ к пиксельным данным. Дальше идут ширина и высота. В данном случае мы передаем просто значение из исходного изображения, но также с помощью этого метода можно как увеличивать, так и уменьшать изображение. Далее вы указываете то количество битов, которое используется, количество битных компонент, и самое важное – указать количество байт на строку. И есть возможность передать туда ноль, тогда количество байт на строку будет рассчитано автоматически, если это возможно, исходя из тех данных, которые вы предоставили в других параметрах. И последние два – это цветовое пространство. В данном случае мы опять же берем исходного изображения, вы сюда можете, например, передать либо RGB, либо вы можете передать сюда цветовое пространство, отображающее ЧБ изображение. тогда вам нужно подправить остальные параметры. И последнее – это BitmapInfo, который опять же сильно связан с тем цветовым пространством и с количеством битных компонентов, которые вы передаете. После того, как вы создали контекст, если что-то пошло не так, то конструктор контекста вернет нил. Если вы все сделали правильно, то оно создастся. Дальше с помощью метода draw вы рисуете ваши исходные изображения на контекст. И здесь я оставил в комментарии метод clip. Это как раз-таки тот самый способ, где вы можете использовать маскирование, передать туда маску. И все, что вы рисуете поверх контекста, будет фильтроваться той маской, которую вы предоставили. и в конце вы вызываете метод makeImage, который и возвращает вам уже отрисованное растровое изображение. И на этом все пока с растровыми изображениями. И давайте поговорим про CI-Image. Но сначала мы посмотрим вообще, что такое coreImage. Вообще coreImage это один из фреймворков для обработки изображений и видео в экосистеме Apple, где основным кирпичиком то, как именно вы хотите обработать, является CI-фильтр. CoreImage может под капотом объединять некоторые фильтры вместе или менять их порядок или распараллеливать в целях оптимизации, если это возможно. например, справа показано изображение из дебаггера это то, как выглядит CI-Image с примененным к ним каких-то фильтров. И у CI-фильтра есть свойство output image, которое возвращает новый объект CI-Image, содержащий граф-операций, которые нужно будет к нему применить. И далее мы посмотрим, как делать цепочку разных фильтров. Применение самих фильтров, то есть, когда вы создаете фильтр, указываете входное изображение, забираете выходное изображение, оно не влечет за собой запуск вычислений. Вычисление же происходит в тот момент, когда вы хотите получить растовое изображение, как раз для того, чтобы его, например, отобразить на экране, то есть, если вы создадите UI-имидж из такого CI-имидж, передадите его в UI-имидж view, то это будет сделано под капотом UI-кита. Или вы можете создать CI-контекст и воспользоваться определенным методом для того, чтобы заставить core-имидж произвести все необходимые операции и отрендерить ваше итоговое изображение. Допустим, у вас есть какое-то изображение, и вы хотите у него немножко увеличить экспозицию и сделать его немножко по-леще. И сначала вы создаете CI-фильтр, который отвечает за... с помощью которого можно увеличить резкость изображения, а потом вы создаете фильтр, который увеличивает экспозицию. два момента здесь. Первый, обратите внимание, как по-разному создаются фильтры в первом и во втором случае. Первый способ это старый способ создания фильтров, где вы указываете строку с названием фильтра, затем вы используете setValue и используете строковые константы для задания параметров. Это очень старый API, собственно, он существует с того момента, CoreImage появился, начиная с iOS пятой версии, но пару версий iOS назад был добавлен API, который предоставляет типизированные фильтры, и, конечно же, лучше пользоваться ими. Второй момент, если вы посмотрите на предпоследнюю строчку сейчас на слайде, то видно, что для второго фильтра входным изображением является результат первого фильтра. И, собственно, таким образом и можно выстраивать последовательность применений фильтров. То есть, вы можете сразу, скажем так, задекларировать несколько изменений, которые вы хотите сделать с изображениями, а потом вы создаете CI-контекст, и с помощью контекста вы уже запускаете процесс расчетов, и тут можно уже полагаться на core-image в плане распараллеливания, если это возможно, или комбинация разных фильтров, опять же, это возможно. Но, если в каких-то случаях вам не хватает заготовленных фильтров, то вы всегда можете пойти еще глубже и написать свой фильтр с помощью кода на шейдерах на metal. Как ни странно, код должен находиться в файле .metal, и вообще для того, чтобы писать шейдеры именно для core-image, нужно выполнить несколько условий. Код шейдера обязательно должен иметь доступ к заголовочному файлу core-image. Второе, код вашего шейдера обязательно должен находиться в пространстве имен core-image. И последнее, вам нужно добавить два флага в настройках вашего проекта. Первый это флаг компилятора f c-kernel. Добавляется он именно для компилятора metal. Второе это флаг линковки минус c-kernel. Эти все действия нужны для того, чтобы шейдеры написанные на metal для core-image были доступны самому фрейморку core-image. И допустим, вам для какого-то алгоритма нужно сделать, казалось бы, странное, взять два изображения и просто перемножить значения цветовых компонентов между ними. Стандартного фильтра, который делает это, нет. А вы пишите свой код на шейдере, выполняйте все условия, которые были озвучены до этого. Затем вы наследуете свой класс от CI-фильтра и вам нужно сделать следующее. Первое, вам нужно загрузить скомпилированную библиотеку middle шейдеров. После этого вам нужно создать CI-color kernel. Туда вы передаете название функции и ту загруженную библиотеку. Вот. И все. Если вы все сделали правильно, то на этом этапе у вас будет ссылка на работающий CI-color kernel. После этого вы вызываете метод apply. Первым параметром вы передаете тот прямоугольник, в котором должны производиться вычисления. И вторым параметром это массив из тех значений для параметров, которые объявлены в шейдере. Соответственно, количество параметров значений в массиве должно совпадать с количеством параметров в шейдере. К выводам. Сначала мы посмотрели отличие цветового пространства от формата изображения. Мы видели, что одно используется для хранения и передачи изображения, другое используется именно для отрисовки и непосредственно работой напрямую с самим изображением. А потом мы посмотрели, как изображение хранится в памяти, что это атомномерный массив, и как цветовое пространство определяет структуру этого массива. Потом мы рассмотрели три наиболее часто встречающихся цветовых пространства и посмотрели на взаимосвязь между ними. Убедились, что UI-имидж на самом деле в данном случае это просто контейнер либо над CG-имидж, либо над CI-имидж. Посмотрели, как сделать полную копию изображений в памяти и научились, как можно делать цепочку обработки изображений или как написать свой необычный фильтр для Core-Image на шейдерах. И если вы хотите углубиться в эту тему, а именно в работу с растерами изображениями и обработки, то сначала можете почитать про вообще другие форматы изображений. Также есть ссылка на каталог CI-фильтров, это отдельный сайт, он намного удобнее, чем стандартная документация от Apple. Отдельно прикладываю ссылку на документацию по Core Graphics. У меня достаточно подробно разобрано, как работать с контекстом, какие контексты бывают, как работать с CG-Image и с разными другими частами Core Graphics, такие как, например, CG-Layer. Первый доклад, который я порекомендую от Бена Санфоски про реализацию видеообработки в режиме реального времени на Swift и Metal. Также статья про то, как использовать Accelerate и V-Image для еще более низкоуровневой работы с изображениями. И последний доклад, это доклад от Андрея про то, как можно выжать из телефона все и расплавить его. QR-код справа снизу содержит ссылку, где вы можете взять все полезные ссылки с прошлого слайда. Спасибо за внимание и переходим к вашим вопросам. Да, спасибо, Ром. Я на самом деле очень кайфанул во время доклада. Не знал, что во время JPEG-компрессии используется YC-BCR. Довольно такая очевидная штука, но просто прикольно было узнать об этом. Нам добавили пять минут к докладу, поэтому я задам вопрос, а остальные мы обсудим в дискуссионной зоне. Мне вот понравился больше всего. Юрий Дубовой, сори, если неправильно читаю, интересуется, есть ли какие-то рекомендации насчет скейлинга. Допустим, если с Бека прилетает картинка про стеня, а ее надо отобразить в разных размерах в зависимости от ситуации. Какой формат предпочтительнее? Я так понимаю, что это вопрос о том, как хранить мультискейл репрезентации изображения лучше всего, когда у тебя, например, есть какой-нибудь там нейл и там потом уже полноразмерное изображение. Мне на самом деле даже сложно ответить на этот вопрос, что именно пожелать. Тут, мне кажется, нужно найти баланс, во-первых, между тем, какого размера изображения вы готовы, например, гонять по сети, если я правильно понял вопрос. Ну, то, с чем я сталкивался, это обычно работа с оригинальным изображением, а потом его уже уменьшение на самом устройстве с последующим кэшированием. То есть, с помощью того же CoreGraphics можно сделать downscale и, не знаю, там, кэшировать его куда-то в временную директорию. Опять же, если я так понял вопрос. Ну, я от себя могу добавить, что есть несколько там в компьютерной графике решений, да, например, мипмапы, это когда вы храните такую лесенку из изображения, где каждое изображение сжато в два раза, это обычно используется в играх, когда вам нужно избегать алиазинга, например, для рендеринга изображений объектов, которые далеко находятся. Если ваше изображение сумасшедше большое, настолько, что оно даже не влезает в память, есть такие подходы, как стриминг, они тоже в играх часто используются, когда вы храните изображение на диске, но стримите небольшие кусочки в память, по мере того, как пользователь скроллит. Это тоже может быть для вас спасением, если у вас карта Марса в разрешении 8К или что-то типа такого. Недавно еще Google представила статью очень интересную, если у вас есть такая проблема, можете почитать, она называется Continuous Light Fields, там есть возможность динамически подстраивать нейросеть под любой размер, который вам нужно. То есть вы можете обучить нейросеть, которая не на дискретное количество пикселей увеличивает ваше изображение в 2 или в 4 раза, а на любое даже в 1.33 или в 1.44. Так что если для вас это реальная проблема, то есть в продакшене, это уже что-то, что можно скачать с гитхаба и попробовать. Так, у нас на самом деле есть еще несколько вопросов. Они хорошие, но мне кажется, мы уже в рамках стримингового времени их обсудить не успеем, поэтому давайте встретимся в дискуссионной зоне. У вас специальная кнопочка, которая вас туда переведет, и я там задам вопросы Роме за вас, если вы туда не придете, а если придете, будет возможность задать самостоятельно. Редактор субтитров